На другой день Луису захотелось как можно скорее увидеть Фанни Хорн. Но он не стал звонить ей по телефону, боясь нарушить ее полезный и укрепляющий сон. Чтобы как-то убить время, пока она по его расчетам не проснется, он отправился в Ретиро и выпил кофе в баре Флорида. Потом погулял в парке, наблюдая, как бесчисленные стайки испанских детей, которым предстояло заменить жертвы революции, играют в аллеях в мяч и бегают с обручами. Когда он вернулся в отель, ему передали, что англичанка спрашивала о нем и недавно ушла. Его удивило, что Фанни Хорн сама проявляет общительность. Но, может быть, она просто хочет сказать ему несколько сухих слов благодарности. «Я увижусь с ней за обедом в ресторане», — подумал он. И так как было всего одиннадцать часов, он решил пойти в Прадо. В музее он стал бродить по залам среди портретов королей и святых, на лица которых нельзя было смотреть без ужаса, потому что у всех у них было почти одинаковое выражение грешников, истерзанных мыслью о Боге и о загробном мире. Студенты из Академии бездарно копировали полотна великих мастеров, а редкие посетители, провинциалы и иностранцы, с невежеством профанов наклонялись к рамам, чтобы прочитать подписи. Дойдя до Веласкеса, он с удивлением увидел Фанни Хорн на диване в середине зала. Сидя спиной к Луису, она сосредоточенно рассматривала галерею кретинов кисти великого мастера. «Ты здесь?» — спросил Луис, приблизившись к ней и слегка коснувшись ее плеча. «Хомбре!» — воскрикнула она, оборачиваясь, и протянула ему бледную точную мрамор руку. Ее восклицание было приветливым, непринужденным и даже радостным. Теперь от нее веяло элегантностью и кокетством, и только царапины на лице еще напоминали о ночном припадке. В зеленых глазах играл мягкий изумрудный свет. От глубокого сна, ванны, прически и утреннего укола морфия лицо ее порозовело от слабого прилива крови. Она похорошела. На ней был другой костюм, более светлый, еще сильнее подчеркивавший акварельный колорит ее белокурой головки. «В сущности, я тебя ждала», — сказала она. «Правда?» — удивленно спросил Луис. И, вглядевшись в овал ее лица, изящные и нервные очертания лба, шеи и ноздри, он вдруг осознал, что она редкостно красива. «Ты часто приходишь сюда?» — объяснила она. «Я видела тебя несколько раз. Тебя легко запомнить». «А в этом вся трагедия». «Почему?» «Потому что полиция тоже легко меня запоминает». «Ты теперь боишься?» — спросила она насмешливо. «Нет». «Мне будет жаль, если тебя теперь поймают. А мне еще больше». «Но здесь это абсолютно исключено». Луис улыбнулся самоуверенно, а она вдруг посмотрела на него с мрачной и напряженной серьезностью. «Надеюсь, тебе лучше?» — сказал он и сел рядом с ней. «Мне почти совсем хорошо», — подтвердила она горько. «Спасибо за пакет. Ты джентльмен, и теперь я могу принять его в подарок, если ты настаиваешь, чтобы я за него не платила». «Я настаиваю, чтобы ты за него не платила». «Потому что у меня нет денег, да?» «Ты меня изводишь своей гордостью». «Это единственное, что у меня осталось. Показывай ее другим». «А почему не тебе?» «Потому что мы оба люди конченые». «Ты не конченый», — промовила она задумчиво. «Потом спросила». «Кто ты такой в сущности?» «Чем кажусь, уголовник». «Ты умеешь быть жестоким, смотря по обстоятельствам». «Ты прав. Почему ты не раздавил меня до конца?» «Мне понравилась твоя твердость». «Твой поступок — признак силы. Когда-то я не ценила это качество в людях, поэтому теперь я развалена». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», — проговорила она, не отводя рассеянного взгляда от кретинов на портретах. Потом обратилась к нему с живостью. «Сегодня утром я спрашивала о тебе в отеле. Как видно, тебе удалось сойти за аристократа. Не дерзко ли?» «Дерзко, но забавно. Как мне тебя называть?» «Как все. Дон Луис Родригес де Эредия и Санта Круз?» «Какое изобилие Р?» «В этом виноваты мои предки». «О, зашла речь и о предках?» «Почему бы нет?» — спросил он, стараясь разгадать, что кроется за ее неопределенной улыбкой. «Я испанец, католик и дворянин». «Идальго без меча и пелерины. Я сменил их на револьвер и плащ. А ты кто такая?» «Я с Пикадилли», — ответила она, задорно поджав губы. «Я так и предполагал», — сказал Луис ей в тон. «Наверное, из ночных клубов?» «Да». «Ты разочарован?» «Ничуть!» «У меня нет предрассудков». «Кто тебя содержит?» «Богатые друзья». «Откровенность, которая вызывает уважение». «И которая отсутствует у тебя, дворянин из Таратоны». «Из Гранады», — поправил Луис серьезно. «Или из Кордовы все равно». «Нет, не все равно. Разве ты не проводишь никакого различия между мужчинами?» «Теперь да». «Но, знаешь, мне нравится, как мы пикируемся. Это забавно». «В таком случае пообедаем вместе в паласе». «С одним условием, чтобы ты не морочил больше мне голову». «Чем?» «Тем, что ты не Эредия». Луис вздрогнул, но точно справился с собой. «Хорошо. Пускай я буду Эредия». «Мне очень важно знать правду», — сказала она, нервно и страдальчески свела брови. Удивление Луиса перешло в легкое беспокойство. «Я фальшивый Эредия», — сказал он сразу охрипшим голосом и прокашлялся. «Неправда. Ты слишком похож на настоящих. Ты их знаешь?» «Да. Именно это сходство я и использую. Ты не рискнул бы делать это здесь, в Мадриде. Риск ведет к успеху. В чем? В моем предприятии. Ты опустился, но это не мешает тебе быть Эредия. Ты решила любой ценой сделать из меня аристократа», — сказал он презрительно. «Какой снобизм!» «Это не снобизм. Ты помнишь, как я тебя встретила?» «Хо! Вряд ли я это когда-нибудь забуду». «Я вела себя так, потому что не допускала, не хотела, чтобы ты был Эредия». «Видно, эта семья крепко тебе насолила», — сказал он гневно. «В последний раз тебе говорю. Я не Эредия». «Ох, не злись», — попросила она тихо и, помолчав, заговорила быстро. «Полюбуемся Веласкесом. Как тебе нравится эта серия идиотов. Это уродство действует на меня более успокоительно, чем чувственные Мадонны Мурильо». Они встали с дивана и обошли зал. Луис посмотрел на часы. До закрытия музея оставалось двадцать минут. «Хочешь, посмотрим Греко?» — предложил он. «Кто такой Греко?» — спросила она тупо, и веки ее лукаво дрогнули. «Один грек, которому испанцы задурили голову». «А, вспомнила. Художник загробных душ, страдающий астигматизмом. Тот, что рисует таких длинных, тонких святых с головками, как булавки». «Ты довольно-таки образно толкуешь Греко». «Но зачем ты притворяешься американкой?» «Я не притворяюсь», — сказала она, и веки ее опять лукаво дрогнули. «Может, я глупей американки?» «Ты хочешь убедить меня в этом?» «Глупо сердиться на мое невежество». «Я не сержусь. Мы, по крайней мере, обходимся без банальностей». «Тогда сбрось маску». «Сделаем это оба». «Я ее уже сбросила», — сказала она. «Очередь за тобой». В паласе Луис и Фанни стали центром язвительного внимания публики, к тому времени заполнившей бар. Большинство привыкло видеть их порознь и теперь удивлялось их знакомству. Как Луис, так и Фанни возбуждали неприязнь своей замкнутостью. Женщины, оскорбленные равнодушием Луиса, утверждали, что Фанни привлекла его своими деньгами. Разбогатевшие спекулянты вольфрамовой рудой напротив находили, что это он прельстил англичанку своим старомодным аристократическим гонором. Пока они пробирались к свободному столику, Луис рассеянно поздоровался с несколькими знакомыми и со своим двоюродным дядей со стороны матери. Последний давно промотал свое имение в Андалусии. Теперь он жил подачками родных, ничем не занимался и даже, случалось, сидел без куска хлеба, но считал унизительным для себя пропустить перед обедом рюмочку где-нибудь в другом месте, кроме Рица или Паласа. — Откуда ты знаешь этого конквистадора? — спросила Фанни. — Не помню, — солгал Луис, — даже забыл его имя. — Это маркиз Торре Бермеха, — сказала она, — из Пальма-де-Ль-Рио. — Я с трудом запоминаю эти аристократические имена. — А ты его откуда знаешь? — С гражданской войны. — Где ты была в гражданскую войну? — Здесь, в Мадриде. — О, ты начинаешь завоевывать мое уважение. С кем ты жила? — Я работала в посольстве. — А на каком поприще подвязался этот тип? — Не называй его типом. Этот человек оказывал помощь аристократам, скрывавшимся в городе. Разносил им продукты. Довольно опасное занятие. Республиканцы могли в любой момент схватить его и расстрелять. — Жаль, что они его упустили. — Якобинец, — воскрикнула она, — что ты хочешь этим сказать? Он спас от голодной смерти многих людей. Хочешь, угостим его? Он очень беден и может позволить себе только рюмку коньяку. — Тогда зачем он сюда ходит? — злобно спросил Луис. — Чтобы повидать знакомых, пригласим его. Луис категорически отказался. Однако, к несчастью, маркиз Торре-Бернеха, узрев свою знакомую по гражданской войне, да еще и своего родного племянника, сам поспешил подойти к их столу. Маркиз был маленький, шустрый старикашка, похожий на белку, одетый в сильно потертый, но тщательно отутюженный костюм. Из кармана его пиджака торчали аккуратно сложенные перчатки. Он носил монокль, трость с набалдашником слоновой кости с серебром, а на лацкане орденскую ленточку и монархистский значок. Прежде всего маркиз поцеловал руку Фани и обрушил водопад комплиментов на прекраснейшую из всех сеньор в мире. Потом обнял племянника и стал шлепать его по спине, шумно и радостно величая его «мой племянничек». Так что и Фани, и все окружающие поняли, что они в близком родстве. Кончено, — подумал Луис, внезапно осознав, что потерпел полный провал. Его мистификация рушилась. Фани наконец-то добралась до истины. Впредь Луис будет для нее опустившимся аристократом, ничтожеством, куклой, вроде маркиза Тора Бермеха, который хотя бы сохранил свое достоинство и не погряз в уголовщине. Если знают, что ты торговец наркотиками, преследуемой полицией, это унизительно. Но если увидят, что ты скатился в эту яму с высоты аристократического рода, это невыносимо. И в первый раз в жизни Луису стало стыдно. Мелкие капельки пота выступили у него на лбу. Ему было стыдно, что он, Эредиа, и контрабандист Морфе, дворянин, и гнусный торговец людскими пороками. Теперь он посмотрел на Фанни так же униженно, так же потеряно, как она смотрела на него накануне, сидя пьяная за столиком в баре. Теперь она видела его падение с той же ясностью, с какой он видел ее падение вчера. Теперь она понимала его до конца, благодаря тому, что уже было между ними. Теперь она уже разгадала драму его жизни своим острым умом, проникла в нее силой своей интуиции. Но теперь и она поступила так же великодушно, как он тогда. Мгновенная насмешка, сверкнувшая в ее глазах, тотчас погасла, уступив место сочувствию к униженному. И она улыбнулась добродушно, с веселым укором, точно хотела сказать «Ты меня дурачишь, но теперь ты попался. Полно же, все это очень забавно». И в подтверждение она опустила руку под стол и дружески сжала кисть Луиса. «Ты милый, славный обманщик. Не волнуйся, пригласи этого веселого старичка посидеть с нами». И Луис пригласил. Теперь Фанни казалась ему еще красивее и обаятельнее. Он смотрел на нее с чувством глубокого внутреннего облегчения. Нет, она его не презирает. Она умное и милое создание, сразу разгадавшее его. Но в самой глубине ее взгляда во внезапной бледности, покрывшей ее лицо, он уловил смятение и панический страх, причиненные сделанным ею открытием. Это смятение, эта мгновенная скованность всего ее существа были поразительно похожи на ее ужас при первой встрече с ним. Но Луис не успел обдумать это, так как Маркиз обрушил на их столик поток слов. Новые комплименты в адрес Фанни неслись в перегонки с радостными восклицаниями по поводу приезда Луиса. Отзывы родственников об этом приезде смешивались с собственными соображениями Маркиза. Советы Луису посетить ту или другую аристократическую семью переплетались с упреками, почему Луис не сделал этого до сих пор. В результате даже дереву, из которого был сделан стол, стало ясно, что Луис один из семи сынов славного рода Эредия, после долгих странствований за границей, возвратившейся в Испанию. Фанни выслушала все с видом человека, которому это давно известно. Расправившись с двумя большими омарами и выпив с десяток рюмок крепкого коньяку, андалузский Дальго стал еще жизнерадостней и болтливей. Луисито счастливая идея озарила его внезапно, когда он заметил, что Фанни и Луис обращаются друг к другу на «ты». «Луисито, ты давно знаешь эту сеньору?» «Давно», солгал Луис. «Но раз так», смакуя одиннадцатую рюмку, Идальго почуял, что зашел слишком далеко. «Раз так», волшебный вкус коньяка лишил его дара речи, это спасло его от рискованных высказываний, но смеющиеся глаза закончили его мысль. «Тогда почему бы вам не пожениться, хотел сказать Идальго? вы созданы друг для друга?» «Мы знакомы давно», любезно подтвердила Фанни, «но мы ничего не знаем друг о друге». «Вот как?» Маркиз Торребермеха понимал, что столетний коньяк слегка затуманил ему рассудок, но, будучи восхищен своей идеей, решил приступить к рассказу. Продолжая пить коньяк и со стервенением уничтожать омаров, он поведал все, что знал о каждом из них в отдельности. Прежде всего он описал заслуги сеньоры Хорн перед аристократами во время осады Мадрида. Благороднейшая из всех сеньор лично разносила масло, шоколад и витамины, получаемые английским посольством, аристократам, укрывавшимся в подвалах и на чердаках от зачисления в республиканскую армию. В то время в Мадриде свирепствовал голод и челюсти осажденных гнили от цинги. Из продуктов в городе осталась одна чечевица, ничего, кроме чечевицы, которую сами красные называли пилюли Негрина. Негрин Хуан с мая 1937 года премьер-министр республиканского правительства Испании. Одного этого достаточно, чтобы все дворянские семьи Испании смотрели на сеньору как на святую, не говоря уж о других ее подвигах. Подвигах? Удивленно повторил Луис. Разумеется, подвигах. Маркиз Торо Бермеха разволновался и даже выронил свой монокль. Господи, и Дальго чуть не пропустил самое важное. Разве Луис не знает, что сеньора Хорн работала в тифозном лагере монаха Рикардо? Нет? Карамба! Маркиз был так ошеломлен, что не знал с чего начать. Немного оправившись, он рассказал все подробности. Итак, монах Рикардо, упокой Господи его душу, по распоряжении своего ордена устроил лагерь для больных с сыпным тифом в Пенье Ронде. В этот лагерь поступила добровольная сеньора Хорн. Вспыхнула революция и застала лагерь в самом разгаре эпидемии. Какой ужас! Неизвестно даже, умер ли Рикардо от цепного тифа или его расстреляли красный. Во всяком случае, героическая сеньора нашла в себе силы даже после этих испытаний приехать в Мадрид и помогать через посольство другим несчастным. «Да, это настоящий подвиг!» И в честь подвига Маркиз опрокинул еще одну рюмку коньяку. Пока волны его красноречия рокотали над столом, Луис нервно зажигал одну сигарету от другой, а Фанни, смертельно бледная, молча смотрела в одну точку прямо перед собой. Теперь он напряженно сопоставлял ее слова. «Мне очень важно знать правду с ее испугом при первом их свидании и со своими воспоминаниями о Рикардо». Но он почти не помнил Рикардо. Он даже не знал, как брат выглядел взрослым, потому что не видел его взрослым. Столько лет прошло с тех пор, но что было между Фанни и Рикардо? Почему она поступила в лагерь Пеньеронда? Вопросы один за другим вспыхивали в его сознании, переплетаясь, противореча друг другу. А маркиз Торре Бермеха все пил и все говорил с тем неиссякаемым цветистым красноречием Идальго, в котором он сорок лет упражнялся в аристократических клубах, на собраниях монархистов, на голубинах стрельбищах. Покончив с похвалами Фанни, он принялся за своего дорогого Луисито, намекнул неопределенно на его мелкие грешки в молодости и поспешил подчеркнуть его теперешние качества зрелого и совершенного Идальго. «Общество тебя ждет», произнес он торжественно, «общество хочет тебя видеть, еще один эредио должен блеснуть на небосклоне возрожденной Испании». К концу его речи можно было заключить, что общество погибнет, если Луис не соблаговолит в нем появиться. Съев еще одного омара и выпив приблизительно бутылку коньяку, маркиз Тори Бермеха наконец поднялся, чтобы пойти и повсюду разнести новость о знакомстве своего дорогого Луисито с прекраснейшей из всех сеньор в мире. Бар был почти пуст. Луис расплатился. Славному бедному Идальго удавалось поесть и выпить в сласть, только когда платили родственники. Теперь мы без масок, сказал Луис, когда они сели обедать в ресторане. Да, глухо подтвердила она, можно подумать, что мы стыдимся своего происхождения, но это не так. Мы стыдимся только самих себя. Я не стыжусь даже себя. Ты не должна так говорить. Это значит захлопнуть дверь в жизнь. Я ее уже захлопнула. Я ожидал, что ты подумаешь, прежде чем сказать это. Разве ты не понимаешь, что я тебя люблю? ты не должен меня любить. Она задержала вилку и посмотрела на него с укором, будто, любя ее, он делал что-то предосудительное. Глаза ее источали холод и пустоту. Казалось, все в ней мертво. Оживление, которое освещало ее лицо в Прадо, исчезло. Значит, мы расстанемся? Каждый пойдет своей дорогой? Так? Так будет лучше всего. Тогда я должен убраться? Спросил он горько. О, ты как ребенок! В глазах ее снова вспыкнул нежный изумрудный свет, кокетство и радость женщины, за которой ухаживают. Я совсем не хочу, чтобы ты убирался. Тогда зачем нам расставаться? Затем, что мне нечего тебе дать. Я мертва. Я женщина без тела. Разве ты можешь любить женщину без тела? Но ты меня любишь? Ты вернешься к жизни? Нет. Я тебя не люблю. По крайней мере так, как тебе бы хотелось. И не знаю, могу ли я вернуться к жизни, прекратить уколы. Ты видел, что случилось прошлой ночью? Думаю, поздно. С ее лица нисходила бледность, а в покорности ее тона было какое-то мертвенное спокойствие. не знаю, понимаешь ли ты меня. Завтра начнем лечение, заявил он решительно. А она отозвалась. Бесполезно. Я пробовала столько раз. Кельнер приносил кушанье, в котором они едва притрагивались, и с оскорбленным видом убирал тарелки. Почему этому испанцу с англичанкой, самой изысканной паре в отеле, не нравится меню? И Кельнер пошел отчитывать повара. А Луис и Фани впивались глазами друг в друга с горьким сожалением, как люди, встретившиеся слишком поздно. Значит, ты знала Рикардо? Спросил он после долгого молчания. Да, ответила она, и щеки у нее дрогнули. А я его едва припоминаю. Когда я уезжал, он был ребенком, не похожим на других, набожным ребенком. Как он выглядел взрослым, я себе не представляю. Внешне он был похож на тебя, сказала она осевшим голосом. А какой у него был характер? Непреклонный и жестокий. Но к себе он, вероятно, был снисходителен? Он был беспощаден и к себе. Фани судорожно сжала кулаки и задышала часто, точно невидимая рука стиснула ей горло. «И ты пошла ухаживать за больными сопняком в Пенья Ронде? Зачем ты сделала это?» «Чтобы быть с ним?» «Романтика», сказал он с улыбкой. «Это была любовь?» «Не знаю». «Что произошло потом?» Лицо Фани приняло цвет синеватого мрамора. Последняя кровинка исчезла с него. Челюсть задрожала точно от холода какого-то ужасного воспоминания, но она мгновенно овладела собой. «Не надо рассказывать мне больше о Рикардо», сказал Луис. «Напротив, я должна рассказать тебе все, но не сейчас, еще не сейчас». «Мертвые вообще не представляют интереса», заявил Луис дерзко, кончая чистить апельсин и подавая его Фани. «Ты веришь в бессмертие души?» спросила она. «Нет, трудно согласиться, что повар нашего отеля Альфонс XIII или маркиз Торе Бермеха должны быть бессмертны». «Я тоже», сказала Фани с нервным смехом, «но маркиз Торе Бермеха заслужил бессмертие, ты не находишь?» «Почему?» «Потому что он сорвал с нас маски». «Да», сказал Луис. И они опять впились глазами друг в друга. В глазах Луиса светилась надежда, Афаня опять почувствовала острую, пронизывающую боль отчаяния. Никогда, никогда она не ощущала сильнее свое полное физическое разрушение. Когда они, пообедав, вышли из ресторана, она пожаловалась на легкую усталость. Луис сразу понял, что это обычная, постепенно наступающая депрессия. Действие утреннего укола иссякало, и теперь она нуждалась в новой дозе морфия. «Очень глупо пить кофе в холле», сказала она. «Я предлагаю выкурить по сигарете в моем номере. У меня есть бутылка настоящего бренди». «Да, но мужчинам запрещено заходить в комнаты дам, и наоборот», весело заметил Луис. «Неужели ты настолько наивен, чтобы соблюдать правила?» «В таком случае попробуем бренди». В ее комнатах было тепло и душно. Как только они вошли, Фанни включила вентилятор и спустила жалюзи, которые ленивая прислуга оставила поднятыми. Комната потонула в полумраке, сонную тишину нарушали только редкие трамвайные звонки или гудок автомобиля, проезжавшего по накаленной мостовой Сан-Херонима. Были самые знойные часы дня. «Почему бы тебе не поехать в Сан-Себастьян?» спросил он. «Там сейчас полно англичан», сказала она с досадой. «К тому же деньги у меня на исходе». «На сколько тебе хватит?» «На несколько месяцев». «О, этого более чем достаточно». И зловещее спокойствие этого более чем достаточно отозвалось в нем острой болью. «Одна минутка», сказала она, «они уже перешли на испанский» и достала из тумбочки коробку с принадлежностями для укола. С этой коробкой в руках она направилась к ванной. «На десять сантиграммов меньше», строго приказал Луис. Она ответила, «Нет, не имеет смысла». «Попробуй», он нагнал ее и схватил за плечи. «Прими меньшую дозу, если ты меня действительно любишь». «Я тебя люблю, но сделать этого не могу. Сегодня я хочу быть спокойной. Мне надо рассказать тебе о многом». «Я не хочу. Не рассказывай мне ни о чем». «Ты должен знать все. Ты должен знать, как погиб Рикардо. Тебе надо об этом знать. Я никогда не рассказала бы тебе, если бы ты не был его братом». «Тогда обещай, начнем лечение завтрашнего дня». «Хорошо, обещаю», сказала она с пустой улыбкой. и голос ее выразил, насколько безнадежна такая попытка. «Ты стерилизуешь шприц и раствор?» «Никогда». «Почему?» спросил он гневно. «Потому что в Испании нет микробов. Витамины и солнце убивают все». «Кто тебе это сказал?» «Один испанский врач». «Из Королевской Академии, наверное». «Эти негодяи усыпляют свою совесть, чтобы не думать о миазмах нищеты». «О, да ты красный», сказала она с усмешкой. он взял коробку у нее из рук и включил штепсель электрической плитки, чтобы прокипятить шприц. Фанни ушла в ванную и вернулась оттуда в шелковом блекло-зеленом пеньюаре, в котором он видел ее в первый раз. Один рукав у нее был закатан. Когда все было готово, она сама сделала себе укол, а Луис опять отвернулся, чтобы не видеть, как игла вопьется в ее бледную руку. «Сними пиджак, здесь очень жарко», сказала она. Она осторожно растерла желвак от укола пальцами другой руки, подошла к кровати и легла. Луис наблюдал за ней с отчаянием. «Не смотри на меня так», сказала она умоляюще. «Брэнди в гардеробе. Налей себе в стакан для воды. Другого у меня нет». Луис снял пиджак, нашел Брэнди и не отрываясь выпил полстакана. Потом, чувствуя слабое головокружение, стал рассматривать то, что валялось в беспорядке на ее туалетном столике. Среди флаконов с одеколоном, коробочек пудры и таблеток снотворного он увидел две книги «Лечение нервных расстройств самовнушением и руководство по стрельбе в голубей», славного маркиза Торы Бермеха. Руководство недавно вышло из печати и было брошено здесь с полным равнодушием к беспорядку свойственным наркоманам. Под именем маркиза мелким шрифтом перечислялись заслуги благородного Идальго в этой области. Бывший чемпион страны, бывший председатель клуба в Сан-Тандере, бывший секретарь Международной Федерации по стрельбе в голубей. Книга была подарена опять-таки прекраснейшей из всех сеньор в мире, о чем свидетельствовала надпись, сделанная крупным аристократическим почерком маркиза. Этот автограф напомнил Луису о пребывании Фанни в Пеньеронде и в осажденном Мадриде. С тех пор она жила в Испании, и причина ее порока мелькнула у Луиса в голове. Должна быть связана с чем-то пережитым ею здесь. Он стал фантазировать, обдумывая все, что могло случиться в Пеньеронде, между ней и Рикардо, но не пришел ни к какому серьезному заключению. В нем шевельнулось лишь смутное подозрение, что, наверное, она сентиментальная бездельница, одна из тех причудниц англичанок, что, не успев приехать в Испанию, начинают воображать, что с ними должно случиться что-то драматическое и необыкновенное. ее роман с Рикардо и пребывание в осажденном Мадриде вероятно дань этой глупой сентиментальности, но он тут же признался себе, что все его злобные предположения порождены внезапно охватившей его нелепой ревностью к мертвому Рикардо. «Зачем она позвала меня?» подумал он перед этим. «Не затем ли, чтобы рассказать мне про свою банальную интрижку с монахом?» Но его это ничуть не интересует, хотя Рикардо этот монах его собственный брат. Он выпил еще полстакана бренди и взгляд его упал на застывшее в забытьи лицо Фанни. Нет, в этом лице нет и следа глупости, которую он ей приписал. Ведь глупость, когда она есть, скажется в любом лице. Кожа ее порозовела, глаза полузакрыты, высокий лоб с голубыми жилками, правильный нос, рисунок губ, овал подбородка, все это в ореоле пепельно-белок урок волос пронизано утонченностью интеллигентного существа, темпераментом духовного типа. В выражении ее лица можно уловить остатки воли, когда-то должно быть очень сильной, воли острой, стальной, направляемой хладнокровным умом. Были в этом лице и остатки какого-то неукротимого, но уже угасшего пламени, трагического порыва существа, стремившегося к чему-то, дурному или хорошему, но не достигшего цели. Нет. Подобная женщина никогда не могла бы отдаться дешевому приключению, глупой сентиментальности. В ней нет и следа банальной голливудской красоты светской дурочки. Она красива совсем особенной красотой. И Луис почувствовал, что она влечет его к себе неотразимо. Он отпил еще немного Брэнди, потом встал с кресла и подошел к ней, чтобы ближе рассмотреть ее лицо, сильнее ощутить его неотразимую прелесть. В забытьи, полуопустив веки, может быть, на грани между сном и явью, она плавала в гибельном блаженстве, точно совсем оторвавшись от своего тела и от всех земных связей. Из-под ее ресниц мерцал таинственный зеленый свет. Может быть, у нее были зрительные галлюцинации, и она видела яркие, страстно желанные образы, плод своей возбужденной фантазии. То, чего она желала и не могла достичь, или она испытывала только приятное неясное ощущение, будто летит в пространстве, как бесплотный дух. Но вместе с тем действие морфия раскрывало и неизбежность ее близкой гибели. Это блаженство, это спокойствие она получала, принимая восемьдесят сантиграммов в день. Спаси ее, шептал ему внутренний голос, спаси ее от физического разрушения, от отчаяния, от тупости, в которые она все глубже погружается после каждого нового укола. Но то был только смешной, беспомощный голос его любви. Он вдруг понял, что и правда слишком поздно, что разрушенное нельзя восстановить, что костлявые руки смерти уже схватили Фанни и постепенно за несколько месяцев увлекут ее в могилу. Никакое уменьшение доз, никакая клиника, никакой санаторий не могут ей помочь. И тогда Луис почувствовал пустоту одиночества, которое вскоре опять станет его уделом. Стоя над ней, он увидел, как веки ее приподнялись, как она его заметила и сделала движение рукой, точно хотела прогнать его от себя. «Оставь меня еще на немного», промолвила она далеким голосом. «В столе в ящике сигареты, кури, они не дурны». Он медленно отошел потрясенный до глубины души всем тем, что видел, не стал искать сигарет и снова сел в кресло. Он не знал, долго ли просидел так, потому что думал о ней и был одурманен алкоголем. Легкий шум заставил его вздрогнуть. Он поднял голову и увидел, что она идет к нему с большой коробкой сигарет в руках. Теперь она опять опустилась на землю с высот своего гибельного рая и опять была в том же настроении, что и утром в музее, легко и приятно возбужденная наркотиком, готовая беседовать, шутить. Ее исхудалая рука протянула ему коробку, и он заметил, что эта рука, даже в своей страшной бледности, изящна и красива, как ее брови и ноздри, как нежные очертания ее губ, как все остальное в ней. Мысль, что так близко от него, под пенюаром, скрыто точно такое же тело, чистое и гладкое, как мрамор, тело любимой женщины, вдруг затмило ему рассудок. В следующий миг он встал и, подчиняясь ее неотразимой силе, схватил ее в объятие. Она не оказала никакого сопротивления, но и не ответила ему, а осталась в его руках неподвижная и безжизненная. Точно это объятие ничуть ее не касалось, точно он случайно толкнул ее, а она покачнулась. Он посмотрел ей в глаза, ожидая увидеть в них глубокое страстное томление, мягкий и сладостный изумрудный блеск, с каким они смотрели на него в ресторане. Но теперь эти глаза были стеклянными и неподвижными, в них не было даже дружеской игривости, с какой она только что предлагала ему сигареты. Теперь он видел в них только пустой и мертвый холод, бескрайнюю печаль, безмолвие и тихое отчаяние. И тогда Луис понял, что Фанни права, что он держит в руках женщину без тела. Он тотчас отпустил ее и медленно, подавленный своим открытием, опять сел в кресло. Она бросила незажженную сигарету и тихо отошла к кровати. Минуту спустя он услышал ее голос. Луис произнесла она далеким голосом. Луис и показала рукой на свободное место рядом с собой. она звала его к себе, чтобы дать ему несуществующую страсть умершвленного морфием тела. Но Луис не шевельнулся. И тогда она начала говорить, сначала медленно, нерешительно, с длинными паузами, точно стыдясь и не зная, все ли ему сказать. А потом речь ее потекла с искренностью отчаяния, как исповедь души, которая знает о своей близкой гибели, которая уже стоит у черных вод Ахерона. Часть вторая Фани и Лайола В дождливое апрельское утро 1936 года Фани проснулась против обыкновения рана и, протерев глаза, ощутила легкий приступ раздражения. Она жила в Испании уже месяц, и сама страна не показалась ей ни варварской, ни романтичной, и не такой уж смешной, какой ее в прошлом веке изобразили в своих романах Готье и Дюма, и не такой, какой ее хотели видеть многие современные писатели, превозносившие ее набожность и традиции с не меньшим воодушевлением, чем бои быков и сомнительный стиль страстных андалузских песен. Напротив, предметы, события и люди этой страны, где свет жизни был так ярок, а тени смерти так глубоки, будили у Фани какое-то необычное, горькое любопытство, а раздражение ее было вызвано тем, что она пригласила в гости нескольких друзей, и теперь не знала, что с ними делать. Двое из них, Джек Уинке и Клара Саутдаун, американцы, надоели ей своей глупостью, а третий Жак-Мюрье любил ее и молча страдал, и это тоже ее тяготило. Американцев она пригласила из признательности. Они дали ложные показания и облегчили ей развод с мистером Моррисом Ллойдом, скотоводом из Йоркшира, развод, который из-за железного упорства мистера Ллойда тянулся целых три года. Что до Жака-Мюрье, с ним ее связывал мимолетный зимний роман в Баварских Альпах. Фанни находила француза чересчур мозговым выражение, усвоенное ей из книг. Этим определением она осуждала его несносную привычку разрушать приятные иллюзии, привычку, которая вечно толкала его к ироническим рассуждениям и убивала всю его пылкость. Когда увлечение Фанни прошло, она открыла в нем незаменимого друга. Но Мюрье, увы, не мог понять ни ее потребности иметь его постоянно при себе, ни того обстоятельства, что она не может вечно быть его любовницей. После развода родственники мистера Ллойда распустили по адресу Фанни кое-какие слухи, к несчастью не совсем вымышленные, и она сочла необходимым погасить молву, исчезнув на некоторое время из Англии. Она провела шесть месяцев в Париже и на юге Франции, а весной приехала в Сан-Себастьян. Акварельные краски ранней весны были здесь мягче, чем на побережье Убиорица, но люди казались темпераментнее и ярче. Фанни совершила короткую автомобильную поездку на юг и увидела немало интересного. У этой страны был свой пестрый облик и свои формы. Они проносились перед ее глазами, как цветной фильм, за праздничной пышностью и театральной фантастикой которого, однако угадывалась жестокая трагедия народа, борющегося с самим собой, чтобы выйти на какой-то новый путь. Разумеется, это были беглые впечатления, и все это трогало Фанни лишь постольку, поскольку казалось занятным и вызывало острое возбуждение, подобное трепету, который охватывает иностранца, когда бычьи рога вспарывают живот несчастного, разодетого в золото и шел к Тореру. Здесь не было и в помине филистерского спокойствия других стран. Одна крайность переходила в другую без мягких полутонов компромисса, и столкновения этих крайностей рождали новые конфликты. Старинные соборы чередовались с клубами анархистов, рабочие митинги с поклонением святым мощам. После почерневшего от фабричного дыма Бильбао она увидела Толедо, потонувший в сонной романтике. В Мадриде она познакомилась с аристократами, которые все еще верили в архангелов и в чудотворные статуи Богородиц, а в отеле слуги читали Энгельса и Дарвина. В Барселоне работа кипела в американском темпе, в Севилье бренчали гитары, и жизнь катилась в сладкой неге, как ленивые воды гвадалквивира. По радио гремело пламенное красноречие пассионарии, в Авиле женщины два раза в день ходили на литургию, аристократы устраивали заговоры против республики, пролетарии грозились их перерезать, но все медлили. У Фанни был иммунитет против романтики, по крайней мере, она сама любила этим хвастаться. И контрасты сегодняшней Испании казались ей гораздо интереснее, чем изъеденная пылью веков величие Толеда и Искуриала. Она сразу поняла настоящую причину того, что увидела. И здесь, как в Англии, одни имели все, а другие ничего, с той разницей, что здесь те, кто не имел ничего, протестовали и бунтовали. Здесь слуга не хотел всю жизнь оставаться слугой, не хотел, чтобы дети его тоже стали слугами, ибо это оскорбляет человеческое достоинство. Правда, Фанни вдолбили еще в детстве, что подобные претензии угрожают существованию цивилизации. Но сейчас она ничуть не была склонна тревожиться о судьбах цивилизации. Ей казалось просто забавным немного пожить в этой стране, где люди озлоблены, где в любой день может разразиться революция, и где быстрее пройдет время, пока уляжется негодование семьи Ллойд. В Мадриде Фанни встретилась с другом детства, мистером Блеймером, или просто Лесли, как она его называла. Она сказала ему, что хотела бы на некоторое время остаться в Испании. «Что ты будешь здесь делать?» спросил он. «Развлекаться?» ответила Фанни со всей серьезностью, какой требовал поставленный перед ней вопрос. Кроме того, я изучу страну, соборы, бой быков. «Что ж, только не слишком увлекайся», предупредил ее Лесли. Фанни вернулась в Сан-Себастьян и сняла на три месяца виллу у маэстро Фигероа, забытого художника. Маэстро Фигероа в молодости был довольно известным живописцем, хотя и не сумел прославиться за пределами Испании, подобно Пикассо или Сулуага. Его картины, несмотря на оригинальный колорит, были испорчены театральностью композиции и вызывали у критиков улыбку. Вилла его была расположена на уединенном склоне, спускавшемся к самому океану. Фанни поселилась в ней вместе с шофером и пожилой служанкой, рекомендованной самим маэстро. Она ежедневно брала уроки испанского языка и читала книги, привезенные из Парижа. Но скоро ей стало скучно. Тогда она пригласила друзей, и когда те приехали, ей опять стало скучно. Фанни проснулась на старинной кровати в комнате, примыкавшей к просторному и светлому помещению прежней мастерской художника. Она вытянулась в кровати, немой свидетельницы многих страстных ночей молодого маэстро, и лениво зажгла сигарету. Выкурила ее, спрягая глагол «тенер». Она решила основательно изучить испанский. Потом встала, чувствуя легкое головокружение и приятное покалывание во всем теле, сигареты содержали опиум. Не надо бы больше курить эти сигареты. Ее пристрастие к ним становилось опасным. В первый раз она попробовала их на Монмартре в мансарде одного свихнувшегося поэта, который называл свою школу «эссенциализм». Почему он называл свое безумие именно так, Фанни никогда не могла понять. Она быстро оделась, а ванну принимать не стала, так как ей предстояла поездка. Да и сама ванна, устроенная по капризу маэстро в мавританском стиле, ничуть ее не привлекала. Весь бассейн был в грязных трещинах. По телу ее прошла дрожь, в комнате было холодно, несмотря на то, что дверь в мастерскую, где пылал большой камин, была распахнута. В знойной Испании весной и зимой все вечно дрожат от холода. Приближалось время завтрака. Скоро по всей вилле разнесутся громогласные шутки Джека и несносный смех Клары. Еще тошнее Фанни стало, когда она подумала о предстоящей поездке в Авилу, об этой идиотской экскурсии, на которой она согласилась по настоянию американцев. Когда Фанни вошла в мастерскую, ее взгляд упал на одну из картин маэстро Фигероа, которые накануне она пожелала купить и которые маэстро в приступе испанского великодушия ей подарил. Это была довольно зловещая картина. Она пронимала даже американцев. За чаем Клара всегда садилась к ней спиной. Сюжет был чисто иберийский. Смерть ужасный полускелет полумумия вела в ад вереницу пляшущих мертвецов императора, папу, рыцаря и куртизанку. Картина была написана художником в молодые годы, очевидно, в манере какого-то классика. Фанни подсела их к камину и, греясь у огня, стала внимательно ее рассматривать. Избитый сюжет, да и с технической стороны картина не выдерживала никакой критики. Фигуры похожи на деревянные куклы, в передаче движений недопустимые ошибки, даже хроматический эффект слава маэстро уступил здесь явному подражанию Греко, холодные серо-синие тона и фосфорный свет, льющийся из невидимого источника. Но в этой небрежности, если не гения, то настоящего таланта, Фанни уловила муки мастера, забывшего про анатомию и про критиков, чтобы выразить свою мысль философа. И выразил он ее удивительно. В то время, как смерть зловеще скалилась, и нижняя половина лиц грешников, осужденных на эту пляску, улыбалась тупо и цинично, взгляд их был скован страхом. Это грешники сознательные. Они не раскаиваются, они, кажется, хотят обмануть самую смерть, и идут за ней с угодливой улыбкой, но с тайным ужасом в глазах. И ничто не радует взгляд, никакие ангелы, никакая небесная любовь, столь излюбленные набожными классиками. Даль, куда ведет грешников смерть, тонет во мраке и безнадежности. О, идея этого полотна так современна! И по телу Фанни поползли холодные мурашки. Она почувствовала, что в картине есть что-то от ее собственной жизни. Внезапно ей захотелось увидеть живого человека, вырваться из-под обаяния этой ужасной картины. «Пилар!» крикнула она нервно. «Пилар!» Старая служанка, маэстро Фигеро, вошла в студию. «Дон Сантьяго проснулся?» Сантьяго испанское имя, соответствующее французскому жан. «Кто?» спросила испанка. «Француз или американец?» «Француз», сказала Фанни. «Нет, еще не проснулся сеньора. тогда иди, не надо его будить». И Фанни слегка расстроенная села в другое кресло спиной к картине. Пилар вышла, бросив на сеньору сочувственный взгляд. Она давно заметила, что все, кто снимал виллу, обычно садились так, чтобы не смотреть на эту картину. Жак Мюрье проснулся давно, но сидел у окна в дурном настроении и рассеянно смотрел, как железно-серые оливковые волны океана пенистыми языками разливаются по широкому пляжу, усеянному черными скалами. По профессии он был врач и в это дождливое весеннее утро анализировал собственную жизнь с той же суровостью, с какой прежде ставил диагнозы в парижской гостинице Сен-Лазар. Вот уже два года как он бросил работу и теперь ему грозило полное разорение. Денежные дела его были почти в катастрофическом состоянии. 80 тысяч франков сбережений, да еще 100 тысяч полученных в наследство от матери, умершей в Провансе, бессмысленно растрачены по отелям, казино и дансингам ривьеры. Почему и как это произошло, на этом Мюрье не мог дать себе ясного ответа. Он мог только сказать, что все началось с Фанни. Он любил ее горькой, саркастической и изломанной любовью, потому что тело ее было прекрасно, а дух утончен и развращен. Целых два года она таскала его за собой только потому, что нуждалась в товарище по безделью, в лекарстве от сплина, который овладевал ей в ненастные дни, в присутствии его тела в минуты каприза. Пустая, смешная и жалкая история. Теперь он хотел скрыться, исчезнуть с несколькими тысячами франков, остававшимися в кармане, где-нибудь затеряться. Он смотрел на волны, и перед ним внезапно возник кошмарный призрак колонии. Мысль о колониях, как о последнем, единственном выходе, уже давно навязчиво преследовала его. Колония — это прорва, которая поглощает опустившихся и бесталанных французских врачей. Загубить свою жизнь в Сайгоне или где-нибудь в Африке, заглушить горечь в каких-нибудь джунглях, проводить бессонные тропические ночи за бутылкой виски или за покером с колониальными чиновниками, лечить их жен от неврастении, вот его удел. Но даже это все-таки достойней, чем состоять при Фанне, которая скоро превратит его в презренного Альфонса. Последними проснулись Клара и Джек. Они пребывали в незаконном сожительстве с благословения одного евангелического пастора, который еще лелеял надежду их обвенчать и регулярно присылал им письма с моральными наставлениями. Приглашение Фани застало их в Париже. Почему сейчас они находились в Сан-Себастьяне, а не в Париже или в Сан-Франциско, этого они не могли бы объяснить. Они бросались куда вздумается, движимые свежей варварской энергией духа, которая у американцев, вынужденных работать, находит выход в создании материальных ценностей, а у таких, как они, кому работать незачем, в сумасбродство. Они разъезжали по свету, подчиняясь импульсу непрерывного движения. Точно жизнь вообще не что иное, как глупое бессмысленное движение. Их активность в области спорта и путешествий была подобна деловой активности их отцов, мистера Уинке и мистера Саутдауна, компаньонов и владельцев заводов авиационных моторов, двух благодетелей человечества, которые с нетерпением ждали Второй мировой войны, чтобы увеличить стократно, а по возможности и тысячекратно свои богатства. Как только они встали, Клара занялась своей красотой. Каждый день к ней специально приезжала в такси парикмахерша из Сан-Себастьяна укладывать ее локоны. Джек пошел в соседнюю комнату, надел боксерские рукавицы и стал наносить свирепые удары по кожаному шару, укрепленному на пружинах между полом и потолком, синхронизируя удары с дыханием. Пока они совершали этот утренний ритуал, одна во имя своей красоты, другой во имя силы, по коридору прошел Мюрье и резко захлопнул полуоткрытую дверь комнаты, в которой прихорашивалась Клара. Он сделал это без всякой нужды, просто так, ощутив внезапную ненависть к спокойствию этих американцев и презрение к их самодовольству. Джек, увлеченный тренировкой, не слышал стука, а Клара тотчас догадалась, что это мог быть только вспыльчивый и чудаковатый Мюрье, «Моншер», крикнула она звонко, «почему вы не заходите?» Но мсье Жак не ответил, а сбежал вниз по лестнице. Ему стало не по себе от одной мысли, связанной с Кларой, мысли подлой и унизительной, которая уколола его гордость. Она-то и заставила его так гневно хлопнуть дверью. Не получив ответа, Клара вздохнула не без грусти. Она испытывала к Жаку смешанное чувство уважения и страха. Уважение к его знаниям, он знал тысячу полезных вещей о витаминах, о гигиене кожи, о том, как избежать беременности и ожирения, и страха перед его взглядом. В этом взгляде было что-то холодное, аналитическое и насмешливое, приводившее ее в замешательство, как будто француз заранее предвидел все ее мысли и поступки. Чтобы избавиться от этого страха, она попыталась делать ему авансы, которые Мюрье с презрением отверг. После этого он стал волновать ее еще сильнее. Она сама не знала почему. Она вообще с трудом разбиралась в чем бы то ни было, поэтому при игре в бридж ее обычно не принимали в компанию. Впечатления у нее испарялись как лак для ногтей, а в голове оставался только осадок глупости. Через полчаса Джек и Клара спустились в мастерскую. Джек в своем тренировочном костюме был похож на профессионального боксера, а Клара превратилась в гладкую, идеально завитую фарфоровую куклу. Позавтракав ветчиной и яичницей, они надели плащи и вчетвером вышли на песчаную террасу перед виллой, где их ждала машина Джека. Машина была особой конструкцией, ее мотор представлял собой нечто среднее между моторами обычного автомобиля и самолета-истребителя. По асфальтовому шоссе он развивал скорость в 140 километров в час, и его зловещий вой наводил ужас на всех автомобилистов в окрестностях Сан-Себастьяна, особенно, когда Джек решал подшутить и вихрем проносился в нескольких сантиметрах от крыльев этих ползущих как черепахи бедняк. Равнодушный к автомобильным трюкам, Джек предлагал научить его делать повороты на полной скорости, ударяя по тормозам, Мюрье сел на одно из задних сидений. Его грызла мысль, как бы уложиться на этой экскурсии в триста песет, мысль гнетущая и неприятная, потому что дядя, у которого он в письме попросил денег взаймы, еще не ответил. Клара и Фанни сели в автомобиль после маленькой стычки. В спортивной машине было только четыре места, и ни одна из них не желала сидеть впереди. Когда Мюрье предложил уступить свое место и сесть рядом с Джеком, обе одновременно воспротивились. Клара воспользовалась заминкой и уселась сзади рядом с Мюрье, а Фанни, огорченная и злая, заняла переднее место. Ее раздражало, что Клара снова пытается кокетничать с Джеком и говорить ему «ты! Какая дичь! Неужто эта гусыня воображает, что может соблазнить Мюрье в ее Фанни присутствии?» Но в сущности еще больше Фанни раздражало то обстоятельство, что за завтраком Мюрье начал отвечать на авансы Клары и как-то бессмысленно, но настойчиво поддерживал с ней разговор. Потом Фанни сравнила изящную фигуру Мюрье, его породистую голову провансальского рыцаря и красивый рот с дюжими плечами, круглым, как луна лицом и толстыми губами Джека Уинки. Несомненно, Клара сравнила их уже давно и теперь продолжает атаковать Мюрье. Эта овца совсем не так безобидно глупа, как кажется. Джек опытным ухом в последний раз вслушался в шум мотора и, убедившись в его исправности, нажал сцепление. Осторожно, чтобы не повредить рессоры на колдобинах изрытой дороги у виллы маэстро Фигеро, он вывел машину на шоссе, повернул на Витторию и тут уж дал себе волю. Зеленые холмы вокруг Сан-Себастьяна скрыли серую полоску океана, а потом и сами исчезли в тумане хмурого дня. Джек вел машину уже со скоростью ста километров в час. Когда они оставили за собой Панкорба, небо вдруг прояснилось и перед ними открылся бесплодный, однообразный красновато-бурый пейзаж старой Кастилии. За несколько часов езды степь нагнала на них тоску, но в Бургасе настроение всей компании поднялось. Поедая цыплят, жареных в оливковом масле и рис по-валенсийски они принялись обсуждать, остаются ли Кюре девственниками всю свою жизнь. Клара заинтересовалась, может ли герцог Альба встретиться на равной ноге с герцогом Йоркским. Фанни посмотрела на нее враждебно и сказала, что не может. Она с горечью убеждалась, что Мюрье больше не подсмеивается над американкой. Он рассказал ей историю жившего в XVIII веке графа Девилья Нуэва, любовные проказы которого стоили горьких слез придворным дамам королевы Изабеллы. Увлекшись едой и такого рода разговорами, они забыли осмотреть город и даже не вспомнили, что в нем есть знаменитый собор. Потом они покатили дальше на Полинсию по асфальтовому шоссе, прорезавшему эту землю рыцарей и святых, голодных крестьян и тощих мулов. Пейзаж был однообразным и гнетущим. С обеих сторон шоссе, насколько хватал глаз, простиралась бесплодная дикая равнина, изрезанная глубокими каньонами, покрытая желтыми и оранжевыми песками и множеством черных скал. То тут, то там торчали руины разрушенных замков или виднелись горстки хижин, маленькие бедные селения, жители которых возделывали узкие полоски, годные для посевов земли вдоль рек. К вечеру погода испортилась, внезапно хлынул дождь, реки вздулись, каньоны превратились в огромные потоки и путешествие стало неприятным. Чтобы поскорее доехать до Авилы, Джек увеличил скорость. Они только что обогнали какую-то черную фигуру верхом на муле, когда Джек заметил на повороте шоссе полицейского из гражданской гвардии, который отчаянно махал рукой. Этот тип, наверное, хочет оштрафовать его за недозволенную скорость. В таких случаях Джек обычно давал полный газ, но сейчас какой-то добрый дух побудил его вовремя нажать тормоза. Когда он остановился, все увидели, что перед машиной на месте снесенного моста зияет пропасть. Желтые волны потока все еще пенились вокруг разрушенных опор и с глухим ворчанием растаскивали камни и бревна. Джек стал ругать испанских инженеров. «Господи, что ж мы будем делать?» воскликнула Клара. Мысль о том, что в Авиле, возможно, не найдется хорошего парикмахера, который бы подновил ее попорченную дождем красоту, встревожила ее не на шутку. Именно теперь, когда Мюрье стал с ней так мил, ей особенно важно быть безупречно красивой. дождь прекратился и все вышли из машины. Фанни дала сто песет человеку, который их спас, и попыталась, применив свои познания в испанском, расспросить его о другой окольной дороге. Но полицейский говорил на каком-то ужасном диалекте, и понять его было невозможно. Ничего не оставалось, как ехать обратно до ближайшей деревни, и это страшно их раздосадовало. Все были вымыты на путешествии, а холодный степной ветер усиливал скверное настроение. Джек покрыл больше четырехсот километров за день, что было бы не под силу и самому хорошему шоферу. Мюрье слишком поверхностно разбирался в автомобилях, а Клара и Фанни не решали сесть за руль, а не боялись специальной конструкции и внезапных рывков сильного мотора. Довериться Джеку было опасно, он слишком устал. Тем не менее, другого выхода не было, и Фанни предложила вернуться назад. «Я не хочу разбить себе голову», заявила Клара. «Тогда спи под дождем», зло бросил Джек. «Идиот! Не потому ли, что я всякий раз терплю твое общество до утра?» Джек уже заметил флирт Клара с Мюрье. Он не ревновал Клару, он давно хотел от нее отделаться. Но его нервировала Кларина глупость, этой дурищей невдомек, что Мюрье просто хочет позлить Фанни. Впрочем, он не был вполне уверен, что дело обстоит именно так. «Не ссорьтесь», сказала Фанни довольной реакцией Джека. «Лучше спросим про дорогу вон у того попика». Только сейчас они заметили, что черный всадник на муле, которого они обогнали и который теперь приближался, духовное лицо. Незнакомец покачивался на муле, который уже несколько часов подряд с философским спокойствием плелся под проливным дождем. Он и теперь не изменил хода. Фанни не могла себе представить ничего ужаснее этого промокшего до костей человека. Одежда его была похожа на губку, напоенную водой. Широкие поля шляпы волнообразно изогнулись и обвисли. С рясы и плаща, в которую он закутал нижнюю часть лица, стекала вода. Ветер вывернул его зонт, и Кюре, вероятно, после безуспешных попыток выпрямить его, сунул эту редко употребляемую в Испании вещь под мышку. В другой руке он держал поводье, лицо его было скрыто под плащом и широкополой шляпой. Вся его закутанная фигура выглядела комично и в то же время немного зловеще. Однако это впечатление тотчас рассеялось, когда он поздоровался с путешественниками, подъехав совсем близко и увидев, что путь прегражден. Он придержал мула, а потом кивнул головой и сказал вежливо «Добрый вечер, господа». «Поп, ты понимаешь по-английски?» спросил Джек, вместо того, чтобы тоже поздороваться. Остальные, включая Клару, все же ответили на приветствие испанца. Джек задал свой вопрос скорее с досады, почти не надеясь получить ответ на родном языке. «Да, господин», неожиданно ответил Кюре. «Чудесно», воскликнул «В таком случае, сэр», продолжал он уже любезнее, «не могли бы вы сказать, как нам добраться до Авилы?» «Единственный способ ехать обратно до Астегарагуа, а оттуда через Деспеньяторос». «Разве можно запомнить эти чертовы названия?» вырвалось у Фани. «Перед каждым селением есть надпись, мисс», спокойно объяснил Кюре. Незнакомец сидел верхом на своем муле в десяти шагах от них, лицо его было по-прежнему закрыто. По-английски он говорил очень хорошо, а в голосе его звучали металлические нотки, признак энергии и полной непринужденности. «А вы куда едете?» спросил Джек. «Я тоже в Авилу». «Прямо сейчас?» «Нет, я думаю переночевать на одном постоялом дворе в двух километрах отсюда». «Может быть, и нам сделать то же самое?» предложила Фанни. «А там чисто?» спросила Клара. Испанец не ответил. Джек метнул на Клару сердитый взгляд и сказал вежливо. «Мы вам очень благодарны, господин священник. С вашего разрешения мы поедем потихоньку за вашим мулом и тоже переночуем в этом странно приемном месте». Так они и сделали. Кюре тронулся первым, а они сели в машину и поехали за ним самым медленным шагом. Полицейские из гражданской гвардии, поцеловав священнику руку и получив благословение, остался у моста, чтобы с помощью красного фонаря предупреждать шоферов об опасности. К тому времени совсем стемнело. Джек зажег фары, осветившие зад мула, и гулом мотора припугнул несчастное животное. Машина все подгоняла мула, пока наконец не подняла его в голоб, и тело священника, вероятно непривычного к такой езде, не стало беспомощно мотаться в седле. Все это показалось компанией очень забавным. Настроение снова поднялось. Ты должен был называть его падре, а не господин священник, сказала Фанни. Что это значит? Это значит отец. Может быть следовало приложиться к его ручке? Сказал Мюрье, обняв полумраки Клару за талию. Американка крепко прижалась к нему, и они поцеловались. Сначала надо бы выжать из него воду, предложила Фанни, не подозревая измены. Это сделает Клара, сказал Джек. И приготовлю тебе чай из этой воды, ответила американка. Так, не переставая издеваться над мулом и несчастным странником, они наконец добрались до постоялого двора, затерянного в степи. Это было странное заведение, один из тех испанских постоялых дворов, где, по свидетельству Готье, в спальне попадали через конюшню, и где, может быть, когда-то ночевали Сервантес и Лопе Де Вега. Они прошли через первый этаж, мимо нескольких оборванцев, которые пили вино, и поднялись на второй, отведенной для более важных гостей. Здесь в среднем помещении горел камин, а скатерти и приборы на столах сверкали чистотой. Керосиновая лампа заливала все белым светом. Из кухни шел запах жаркова. За прилавком стоял трактирщик, смуглый толстяк в бархатной жилетке с засученными рукавами и красным платком на голове. В одном ухе у него висела золотая серьга. В его внешности сразу угадывалась умышленная стилизация на потребу туристов. Дождливая погода и снесенный мост могли привезти сюда посетителей. Поэтому трактирщик и вдел серьгу, которая должна была вызывать восхищение иностранцев. Вообще во всем заведении обстановка была достаточно выдержанной. И только радио и портрет Алькалы Самора выдавали коммерческую фальсификацию этой испано-традиционно. Удобно расположившись, голодные путешественники заказали обильный ужин. Пока они пили мансонилью и с жадностью уничтожали хрусских цыплят, эгоизм помешал им вспомнить о человеке, который привел их сюда. Войдя в трактир, они не думали его поблагодарить, а когда подали ужин, вовсе забыли о его существовании. Кюре появился совершенно неожиданно, когда компания перешла к Хересу, и его появление никого бы не смутило, не покажись он им совершенно другим. Сначала всем стало неловко, как будто их вдруг выставили на показ. Смех и шутки сразу смолкли, потом все почувствовали себя виноватыми. Теперь, когда он был без плаща и шляпы под ярким светом керосиновой лампы, Фанни могла разглядеть его лицо. Первое, чем поражало это лицо, была красота. Оно было пугающе, греховно, почти кошмарно красиво, слишком красиво, чтобы принадлежать монаху или священнику. Изящные очертания бровей, носа, губ дышали безмятежной мечтательностью и спокойствием языческого бога, но в матовости кожи, в черных, как уголье глазах, горели темпераменты зной Андалусии, что-то пламенное и страстное, что воздействовало сильнее всего остального, но было не земной чувственностью, а скорее фанатизмом, в котором проскальзывало даже что-то жестокое и зловещее. Может, это был чисто испанский фанатизм его веры, а может быть, такое впечатление производила монашеская ряса, ум, спокойствие и железная воля, которые светились в его глазах и странно контрастировали с молодым, почти юношеским лицом. Он поклонился легко, непринужденно и улыбнулся, показав два ряда ослепительно белых зубов. Фанни сразу поняла, что этот человек вполне уверен в себе. В нем не было и тени мучительной робости перед женщинами, какую прячут иные католические священники под маской напыщенной строгости. Первой опомнилась Клара, наименее восприимчивая ко всему необычному. «Как вы себя чувствуете?» прощебетала она, пожирая тупыми глазами красавца-монаха. «Мы только что говорили о вас», солгал Мюрье, которому стало стыдно за эгоизм всей компании. Монах сказал, что был в конюшне, растирал соломой своего мула, животное могло простудиться, а потом в кухне сушил у огня одежду. Все это он объяснил без всякой досады, точно дождь и путешествие ничуть не были ему неприятны. «Почему вы путешествуете на муле?» спросила Клара. «Я объезжаю горные селения». «Вы ужинали?» спросил Джек. «О, нет, я буду ужинать сейчас», сказал монах весело. «Пригласи его поужинать с нами», быстро прошептала Фанни. Джек облег свое приглашение в самую учтивую форму, и все же в нем прозвучалась нисходительная нотка, которая могла оскорбить монаха. Тот ответил, что очень сожалеет, но не может принять любезного приглашения. Правило ордена, которому он принадлежит, обязывает его ужинать скромно, и он вынужден отказаться от удовольствия, разделить их благородную компанию. Ответ обескуражил всех четверых и произвел неприятное впечатление. Монах заметил это и, не смущаясь, добавил откровенно, «Я бы с радостью сел с вами, но я должен соблюдать устав ордена». Правдивость и твердая убежденность, какими он говорил, были удивительны. Мюрье и Фанни поняли его отлично, чего нельзя было сказать об американцах. Джек насупился, а Клара сказала, хихикая, «Мы слишком испорченная компания для вас». «Оставь человека в покое», вскипела Фанни. «Не сердись, милая», звонко пропела Клара. «Это ты предложила его позвать». К счастью, монах не слышал их перепалки. Ему только что принесли ужин, и в тот момент, когда они обменивались колкостями, он встал у своего стола и начал читать молитву. «Без сомнения, он попадет прямо в рай», тихо сказал Джек. «Фанни, почему ты не пьешь вино?» «Похоже, наружность его преподобия начинает на тебя действовать». «А почему бы и нет?» сказала Фанни и залпом выпила свой стакан. И вдруг ей стало грустно от того, что через полчаса лицо монаха исчезнет, и она никогда больше его не увидит. «Он похож на франшота Тона», авторитетно установила Клара, «только поменьше ростом». «Теперь я вижу, что ты и правда с удовольствием бы его выжила», заметила Фанни. Американка усмехнулась нисходительно и не сочла нужным ответить. Она уже вырвала Мюрье у Фанни из рук и была полна тщеславной гордости, но отчасти и сочувствия к своей приятельнице. Бедная Фанни, когда в женщине нет изюминки, ей ничто не поможет. В это время монах кончил молитву и спокойно принялся за еду. Ужин его был из самых дешевых, такой, наверное, заказывали бедняки и странники на первом этаже. Немного вареного гороха, капусты и сала, все в одной тарелке. Пока он ел, а Фанни спорила с друзьями, она настаивала, чтобы они подольше пробыли в Авиле, с шоссе послышались громкие голоса и шум грузовика. Трактирщик выскочил из комнаты, но никто не обратил на это внимания. Джек, по природе не злопамятный и не ревнивый, а только вспыльчивый и избалованный, снова почувствовал расположение к монаху и, перебросившись с ним несколькими словами, решил, несмотря на протесты Фанни, послать ему бутылку вина. Монах принял ее с благодарностью, но попросил позволение выпить вино на следующий день. Четверка опять повела в полголоса иронический разговор, которого монах не слышал, так как столик его стоял в противоположном углу комнаты. «Держу пари, что он вообще не станет ее пить», сказал Джек Сердито. «Куда он тогда ее денет? Может, кому-нибудь подарит? Или сам выхлящит перед сном, предположила Клара?» «Но и что из этого?» спросила Фанни. «А ты готова стать его адвокатом, дорогая?» «Чем он нас оскорбил?» «Как чем?» спросил Джек, уже сильно закмелевший. «Можно ли представить себе более дерзкую надменность?» «Глупости!» «Он держится совершенно нормально!» «Они уже готовы были поссориться, когда монах кончил ужинать и оперся локтем о стол. Видимо, ему хотелось уйти, но из вежливости он решил поговорить с ними несколько минут. Или, может, он делал это в силу привычки изучать людей?» Его красивые глаза остановились по очереди на всех четверых. «Вы, вероятно, туристы?» спросил он вежливо. «Вроде того», развязно ответил Джек, «ищем потехи по всей Испании». «Так делает большинство иностранцев, которые не знают нашей страны», кротко заметил монах. «Мы из таких». «Может быть, вы гордитесь этим?» внезапно спросил испанец. «Конечно», ответила Фанни за Джека, «потому что мансонилья сразу бросается нам в голову». Она сказала это по-испански к удивлению монаха, который улыбнулся и пробормотал понимающий. «Понятно». Он посмотрел на нее своими пронзительными, блестящими, как черный бриллиант, глазами, точно хотел сказать «спасибо», но меня ничуть не задевает поведение этого сеньора. Фанни ощутила волнение от этой мгновенной солидарности, установившейся между ними. Присутствие монаха сразу заглушило раздражение, которое вызывал у нее флирт Клары Смюрье. Кюре действовал на нее как мансонилья, или, точнее, вместе с мансонильей вносил в обстановку что-то гипнотическое, возбуждающее и приятное. Это матовое испанское лицо, блеск зубов, нервная южная красота, аскетически сжатые губы и твердый блеск глаз в таком странном сочетании с христианским смирением были поистине пленительны и действовали на нее неотразимо. Молчание, наступившее после глупой выходки Джека, прогнало бы монаха, если бы Фанни не постаралась задержать его еще немного. «К к какому ордену вы принадлежите отец?» спросила она почтительно. «Ого! Она называет его отец!» вырвалась у Клары, и американка громко захохотала, потому что тоже была пьяна. «Я из Христово воинства», ответил монах, не обращая внимания на ее смех. «Что это за общество?» спросил Джек. «Это не общество, сэр, а религиозный орден, основанный нашим духовным отцом Лайолой». «Ха-ха! Значит, вы иезуит?» торжественно установила Клара и обвела взглядом всю компанию и точно хотела сказать, «Наконец-то мы его поймали!» «Это слово звучит у нас не слишком лестно», заявил Джек. «В этом виноваты наши враги», ответил монах. «А почему у вас есть враги?» «Потому что даже у самого Христа было мало друзей». «Какие цели у вашего ордена?» «Они просты, но мне не дозволено излагать их по трактирам». «Может, вы изготовляете ликеры?» спросила Клара. «Нет, благородная мисс». «Вы не обязаны отвечать на глупые вопросы», заявила Фанни решительно. «Знаю», смиренно ответил монах, «но я не считаю господ глупыми». «Мы только нечестивые», сказал Джек. «И избалованные», добавила Фанни. Клара и Джек набросились на нее с ироническими упреками, но Фанни не обратила на них внимания. Она не спускала глаз монаха, который опять посмотрел на нее слегка озадаченно, точно удивлялся, что она так реагирует на выходки своих друзей и даже готова рассориться с ними ради него. Они обменялись взглядами и снова молча согласились, что Клара и Джек избалованные дети, на дерзость которых не следует обращать внимания. Но нахальство американцев уже перешло все границы. И все же в терпении монаха было не безразличие, а только достоинство человека, превосходящего их неизмеримо. Может быть, он вел себя так, подчиняясь только правилам ордена. Может быть, если бы этот человек, его властные, жестокой складкой губы, острый взгляд, в котором горели неукротимые фанатичные огоньки, утонченность всего облика, выдавали и дальго, облачившегося в рясу по убеждению. Может быть, если бы этот человек находился где-нибудь в клубе или на стадионе, он ответил бы Джеку вызовом на дуэль, ударом кулака в челюсть. Но сейчас он воздержался даже от резкого слова и сделал это красиво, умело, подчиняясь той внутренней дисциплине, какой требовал его орден. Шум, долетавший снизу, внезапно усилился и отвлек внимание четверки от монаха. Послышались громкие, угрожающие выкрики и вслед затем удары по воротам. «Что там происходит?» спросила Фанни Кельнера. «Большая неприятность, сеньора, рабочие едут на митинг к Всеговию». «Ну и что же? Они хотят войти в трактир. Пускай входят». «Как сюда?» растерялся Кельнер. «Мысль о том, чтобы смешать господ с простонародьем, показалась ему скандальной». «Говорите митинг? По какому поводу?» спросил Джек. «Против восстановления одной старой церкви в Всеговии», объяснил Мюрье. «В Бургасе, пока они пили кофе, он успел пробежать заголовки газет. «Но ведь Испания прогрессивная республика». «Вот именно, прогрессивная, только чересчур набожная, и рабочие протестуют». «Замолчите. Давайте послушаем», предложила Фанни. Шум и крики не смолкали. Откуда-то выскочили две служанки и испуганно прижались друг к другу. «Мамочка», захныкала молоденькая, ломая руки. «Не бойся, Романсита», утешала ее другая постарше. «Хозяин послал Хоселито за гражданской гвардией». «Какой от нее толк! Эта гражданская гвардия наполовину из антихристов», не унималась Романсита. Сельский священник давно внушил ей, что все, кто не признает короля антихристы, любопытство компании перешло в тревогу, когда по лестнице, ведущей наверх, тяжело затопали люди, прорвавшиеся в трактир. Послышался голос хозяина, который убеждал их. «Ребята, ребята, это комнаты для господ, там сейчас иностранцы, англичане». Другой голос, подобный иерихонской трубе, взревел яростно. «А мы собаки, что ли, черт подери? Нынче у нас равенство!» Человек, который так свирепо настаивал на равенстве, показался в дверях. Это был молодой черноволосый великан с добродушными карими глазами, выражение которых никак не вязалось с сердитыми выкриками, с какими он крушил ворота. Он был одет в опрятный рабочий комбинезон и, видимо, уже подвыпил. За ним толпились его товарищи, человек десять, в потрепанной одежде и басских шапочках. С виду все они были рабочие или бедные интеллигенты, воодушевленные идеей дружно продемонстрировать в Сеговии свою ненависть к средневековой Испании. Войдя, великан обвел взглядом комнату, когда глаза его остановились на монахе. В них блеснули огоньки фанатической ненависти. «Товарищи!» объявил он зловеще. «Вон он, чернорясник!» И угрожающе двинулся на представителей реакции. Но остальные были гораздо трезвее своего товарища. Один из них тотчас почуял опасность, грозившую монаху, и, схватив плечистого Исполина за локоть, спокойно осадил его. «Карлито!» «Без глупостей!» Карлито несколько раз моргнул. Потом с некоторым усилием сосредоточился и пришел к выводу, что и впрямь не имеет смысла вышвыривать этого кюре из трактира. Да их не счесть, этих черных паразитов в рясах. Лучше будет сперва взять власть, а потом погрузить их на пароходы подарок Ватикану от Испанской Республики. И Карлито смирился. Он только дал волю своему энтузиазму, ударив, что есть мочи по столу и крикнув во всю силу легких «Да здравствует анархизм!» После этой внушительной декларации в присутствии кюре и компании капиталистов, ужиновших жареными цыплятами, Карлито и его товарищи велели трактирщику сдвинуть два стола и расселись за ними. Так как испанская честь не позволяла им угощаться бесплатно, они вытащили кошельки и проверили, сколько у них денег. Половина субботней получки была пожертвована на нужды профсоюза, часть другой половины оставлена семьям, женам и детям. Об ужине не могло быть и речи, но все же на остатки денег можно было устроить складчину и заказать бутылку мансонильи. Не хватало всего пятидесяти сантимов. Их дал хрупкий юноша с высоким лбом и затуманенным взором. Самые обеспеченные изо всей компании тот, что удерживал Карлито от глупостей. Он был учителем начальной школы в Аранде и хотя со схемой в руках объяснял ученикам, как своими средствами изготовить бомбу, был, как все интеллигенты, трусил, когда наступал момент действовать. От удара Карлито по столу и его громовой здравица анархизму задрожали стекла. Фанни заметила, что это вызвало появление еще одного представителя пролетариата, тоже в рабочем комбинезоне. Новое лицо, видимо, не принадлежало группе анархистов, но обладало какой-то властью, возможно, было одним из организаторов предстоящего митинга. На его басской шапочке блестела красная звезда, а глядев комнату он задержал взгляд подозрительный и враждебный над щедушным рожеволосым рабочим с неприятным лицом. — Что такое, товарищ Лоренте? — сухо спросил Карлито в наступившей тишине. — Ничего, — ответил Лоренте хмурясь, — слишком расшумелись. — Может, мы собрались на литургию, — заметил рыжий, и его произношение сразу выдало иностранца. — Когда в трактир приходят плутократы, они поднимают больше шума. — А ты кто такой? — внезапно спросил Лоренте, подходя к нему. — Анархист, — гордо ответил рыжий. — Покажи членский билет. — Мне надоело показывать его полицаем. — Покажешь или нет, — повторил Лоренте, и в голосе его прозвучала угрожающая нотка. — Гильермо, покажи билет, сказал учитель из оранды. — Товарищи с комитета конфедерации. Рыжий нехотя вытащил какую-то карточку и бросил ее на стол. Не проявляя признаков раздражения, товарищ Лоренте внимательно просмотрел билет и, так же, как Рыжий, не слишком вежливо вернул его. — Спокойной ночи, товарищи, сказал он, вскинув кулак и пошел к двери. Почти никто ему не ответил. — Долго мы будем терпеть самоуправство этих коммунистов, — спросил Рыжий после ухода Лоренте. — Где наша свобода действий, товарищи анархисты? Вопрос прозвучал патетически и ударил анархистов по самому больному месту. Но подоспевшая бутылка Мансонильи помешала им ругать Лоренте. Учитель из Оранды, самый кровожадный из всех заговорщиков на свете, по-братски разделил вино, налив себе меньше всех. Единственной бутылки едва хватило на десятерых. Да и то каждому пришлось по полстакана, что составило неприятный контраст с обилием разнообразных вин и остатками богатого ужина на столе плутократов. Этот факт рабочие невольно отметили и обменялись горькими взглядами. — Здесь пахнет дракой, — сказал Джек. — Ничего не будет, раздраженно бросила Фанни. Ее слегка расстроило неприятное сознание своей вины, вызванной всей обстановкой. Она вспомнила, что накануне с полным равнодушием проиграла в казино Сан-Себастьяна три тысячи песет, тогда как на свете есть люди, которые собирают сантимы, чтобы заказать бутылку мансонильи. Эти люди, пока она бездельничала, целую неделю работали в душных литейных мастерских Бильбао. Ей показалось, что все это подло, слишком подло, чтобы считаться нормальным. — Мюрье, ты умеешь боксировать? — спросил Джек. — Нет, презрительно ответил француз. — Тогда, если понадобится, пока я буду действовать, ты выведешь женщин, ладно? — Что ты собираешься делать? — с досадой спросил Мюрье. — Я намерен выставить их отсюда. — Глупости, — сердито сказала Фанни. — Не воображаешь ли ты, что это негры? — Негры лучше выдрессированы, знают свое место. Джек был вполне уверен, что эти испанцы не знают своего места, хотя находятся в собственной стране. Их говор и смех раздражали его, вызывали почти физическое отвращение к ним, к рабочему классу вообще, который не знает меры в своих претензиях. Короче, он не мог выносить их присутствие. К его раздражению и классовой ненависти к рабочим прибавлялось и дурное настроение, владевшее им с утра. Клара и Мюрье продолжали флиртовать, считая его дурачком, который ничего не замечает. Фанни была поглощена монахом, и Джек стал чувствовать себя за столом пятым колесом в телеге. Какая дичь! Он налил себе стакан вина и выпил его залпом, что было очень дурно истолковано пролетариями. «Ты видел, Карлито? Вот это называется пить», с горечью заметил рыжий. Эти абсолютно правдивые слова заставили металлургов поглядеть на свои пустые стаканы не столько с досадой, сколько с чувством унижения. Взгляды их враждебно устремились на стол плутократов. «Мы пот проливаем, а богачи живут себе припеваючи», продолжал рыжий, ободренный эффектом своего замечания. И это было печальной истиной, давно известной рабочим, но вопреки ожиданию рыжего, она не произвела на них впечатления. Большая часть товарищей пропустила его замечания мимо ушей, остальным стало просто досадно. Зачем говорить то, что и так ясно? За это ведь они и борются. Гораздо важнее сказать что-нибудь о тактике борьбы или самому принять участие в решительном выступлении. Умные глаза товарища из Оранды остановились на Гилермо с недовольством. Гилермо немец по происхождению, вечно вызывал инциденты и раздоры. Коммунисты даже подозревали, что он провокатор. В уставе конфедерации сказано, что не следует компрометировать борьбу рабочих грубыми насилиями над отдельными лицами. Теперь слова Гилермо могли раззадорить товарищей и вызвать нежелательное насилие над иностранцами. Внимание рабочих было поглощено компанией плутократов, и они вовсе забыли про монаха, который по-прежнему спокойно сидел за своим столом. Теперь все глазели на иностранцев, точно они были трупы артистов и готовились петь в кабаре. Чтобы избавить дамы господ от этого плебейского любопытства, трактирщик стал вертеть ручки приемника, пока не отыскал какую-то станцию, которая передавала джаз. Он решил, что танцевальная музыка отвлечет рабочих, но эта музыка пробудила в них другие эмоции. «Пять бутылок Хереса за мой счет», громко заказал Рыжий, бросив надменный взгляд на аристократа. «Гилермо», испуганно спросил учитель из оранды, «у тебя хватит денег расплатиться?» Рыжий важно похлопал по карману свои синие блузы. Этот поступок, такой неожиданный и товарищеский, привел восхищение всех. Впрочем, Гилермо был холостяком, получал высокую паденную плату как опытный литейщик и мог позволить себе такое транжирство. Товарищи, выражая свой восторг, наградили его шумными хлопками по спине. Они были испанцы, буйные, пылкие люди с южной кровью, которые любили жизнь, борьбу и вино. Мысль о том, что после тяжелой работы в Литейной они будут пить Херес, совсем скружила им головы. Они даже забыли спросить, откуда у Гилермо деньги, чтобы проявлять такую щедрость. Сумма, которую он швырнул на угощение, во много раз превосходила его недельный заработок. Только в голове учителя из-за ранды мелькнуло смутное подозрение. Между тем Кельнер принес бутылки, и вино оказало свое действие. Гилермо еще раз раскошелился и заказал еще пять бутылок крепкого вина, настоящего Хереса, который могли пить только плутократы. Даже учитель из-за ранды, сначала не одобрявший поступок Гилермо, забыл про свое недовольство и стал горячо разъяснять двум товарищам необходимость временных уступок по некоторым пунктам доктрины ради сохранения союза с коммунистами. Борьба рабочих должна быть единой, пусть товарищи анархисты это поймут. Продолжение следует...